Медиахолдингу ЖАИК Пресс 20 лет. Сегодня это большой коллектив, объединяющий две областные газеты и 12 районных изданий. На торжественном мероприятии, приуроченном к юбилейной дате, коллектив медиахолдинга, ветеранов, стоявших у истоков областных газет, поздравил Аким области на ремонт у Регалиев. Им также были вручены награды и благодарственные письма за заслуги в сфере журналистики. Сегодня ЖАИК Пресс достиг больших творческих высот и под руководством Таблгали Сапарова ставит новые амбициозные цели. Согласно закону о СМИ, принятому в 2000-е годы, необходимо было определить статус периодических изданий. Тогда местные газеты могли просто прекратить свою деятельность, либо перейти в частные руки. В связи с этим руководство региона приняло решение по сохранению областных изданий, которые являются первопроходцами в журналистике страны. Таким образом были заложены основы всем известного сегодня медиахолдинга. В то время было много мнений. Говорили, что если газета перейдет в частные руки, какова будет ее судьба. И тогда по решению руководства области в 2003 году был создан медиахолдинг ЖАИК Пресс. Главная цель – повышение кадрового потенциала, улучшение социально-бытового положения журналистов, укрепление материально-технической базы. Сегодня ЖАИК Пресс стал центром региональной прессы, подтвердив тем самым верность принятого 20 лет назад решения, отметил Аким области на ремонтуре Галиев, поздравляя с юбилеем. В медиахолдинге сейчас работают 150 человек, включая творческие и технические составы. С каждым годом в ЖАИК Пресс, ставшем крупным медиахолдингом, укрепляется материально-техническая база. При его создании капитал был 2 миллиона тенге. За 20 лет он вырос до 280 миллионов. В начале этого года зарплата сотрудников увеличилась на 30%. Гонорар журналистов областного издания повысился в два раза, районных – в три раза. Поздравляю коллектив с 20-летним юбилеем. Пусть у вас будет больше интересных творческих материалов, думающих и благодарных читателей, а тираж ваших изданий только растет. Коллектив в постоянном творческом поиске. Интересы читателей здесь всегда на первом месте. Полная информация о всех политических, социальных и проблемных вопросах. Коллектив не остается в стороне от личных обращений граждан, которым всегда стремится оказать помощь и содействие в решении сложных жизненных вопросов. На торжественном собрании журналистам были вручены заслуженные награды, дипломы, нагрудный знак. УЗД как парад Казмет Кире. Чистые награжденных – Галина Каренских. Твоих журналистов, коллег, администрацию, тоже «Экспресс». Я поздравляю с этим знаменательным днем. Для журналистов самое главное, чтобы мы не теряли творческую жилку, чтобы мы шли в ногу со временем, чтобы мы были рупором государственной политики и отражали интересы населения. В настоящее время общий тираж газет, выпускаемых медиахолдингом «Жаекпресс», превышает 40 тысяч экземпляров. Каждая вторая семья в Жангалинском, Акжаекском, Косталовском и Тоскалинском районе является постоянными читателями. Я каждый год подписываюсь на газету «Урал-Оннера». Уже больше 30 лет ее читаю. Хочу сказать, что страницы этих областных газет, которым уже больше 100 лет, охватывают всю экономическую жизнь региона, события, которые происходят в Приуралье, нашу историю. Я с большим удовольствием и интересом читаю областные газеты «Урал-Онера» и «Приуралье», потому что на страницах этих газет всегда достоверная и правдивая информация о политике, реализуемых в регионе проектах. «Жаекпресс» наряду с выпуском периодических изданий также вносят весомый вклад в изучение истории Приуралья. В этом направлении медиахолдинг издал несколько книг, отмечалось на торжественном мероприятии. Завершилось оно праздничным концертом. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Колыбек Акраб, телеканал Акжаик.